приветствую вас дорогие друзья братья и сестры мир вам вообще-то сегодня по идее по расписанию должен был быть такой высокий человек михаил он помните еще здесь топором размахивал он должен был быть сегодня но почему-то непонятно почему он не явился поэтому не нужно его вот так таким образом выручать хорошее сегодня звучало слово очень хорошая песнь мне понравилось мне понравилось первая проповедь иосиф говорил и вы знаете что особенно подчеркнул хорошо знакомиться с богом до того как поломаны кости как повреждено бедро как человек попал в аварию как он находится в какой-то ну короче в мясорубке какой-то оказался обстоятельств то хорошо знакомиться с богом до того потому что тогда в противном случае приходится ну и за это слава богу но нужно знакомиться с богом уже бывает так и на больничной койке вот при страшном диагнозе вот или как я уже сказал при поврежденных костях все равно человек знакомиться до узнает больше о боге а лучше было бы до этого лучше было бы до этого хорошая мысль мы также слышали очень марина пропела ну очень хорошие слова в песне хорошая песня мелодия у твоей любви неземная сила вот у любви нашего господа неземная сила мы знаем что даже простая человеческая любовь способна на многое на многое она и жертвенная она и с такой отдачей мы знаем что самое ну такой эталон красивой жертвенной любви на земле мы можем встретить это материнская любовь это любовь матери к своему ребенку и мы знаем что благодаря этой любви этой любви вот вы сегодня здесь все потому что было когда-то время когда вы родились кстати мы сегодня будем за именинником молиться вот благодарить бога что вы пришли на эту землю и бог сохранил до этого часа так вот было время когда беспомощные немощные младенцы вот ну действительно совершенно беспомощные но доверенные вот такие добрые материнские теплые нежные руки и эти руки приняли эти руки воспитали взрастили вскормили оберегали ласкали вот несмотря на то что другой раз эти сыновья и дочери не при не оценивали до конца или или и продолжают не оценивать это материнской любви но вот есть такая такое прекрасное явление в этом мире материнская любовь у нее очень великая сила но выше этой любви это божья любовь слава нашему господу и даже если мать забудет дитя написано я не забуду тебя говорит милую тебя господь значит вы знаете друзья если у любви есть неземная сила любовь это то что двигала двигала господом когда он пришел на эту землю это двигатель вот это то что побудило его совершить любовь к людям любовь грешникам нежелание их гибели привело господа на эту землю но есть еще одна могущественная сила тоже в чем-то или в ком-то помните апостолян говорит такие такое слово в начале было слово слово было у бога и слово было бог оно было у бога значит в начале вот и стала и слово стало плотью и обитала с нами слово полная благодати и истины о ком идет речь значит он говорит о слове значит было слово но там оно стало плотью оно воплотилось и оно было среди нас но речь идет об иисусе христе и так иисус христос это воплощенное слово бога но смотрите иисус христос воплоти был распят воскрес и вознесся и сидит одесную отца не его больше на земле нет но что осталось на земле осталось его слово и он говорит что слова которые я говорю они будут судить человека последний день слова который человек слышит какое слово мы знаем что слово человеческое как и любовь человеческая имеет тоже большую силу вот человек который находится на вершине власти говорит слово и двигаются армады вот люди идут убивать друг друга или строится города или какие-то значит большие совершаются свершения людьми только по слову одного человека оказывается слова чего а что говорить о словах бога конечно же друзья мои это то слово которым миры созданы вы посмотрите только вот на планету землю на которой мы живем на эти мириады звезд которые над нами на это солнце сияющие в силе обогревающие освещающие всю землю вот сколько мудрости сколько мощи сколько силы в божьем слове божьем слове и вот то же самое слово которым сотворены миры оставлено нам мои дорогие друзья она отражена наших евангелиях наших библиях вот в печатных рукописных электронных форматах это слово есть она здесь она на земле она имеет громадную силу я еще раз говорю если слово человеческое имеет силу слово божье имеет намного большую силу в чем же дело почему же почему же такое отношение к божьему слову вот если это если это такое нам подарено и оставлено богом на земле от слов или то слово которое которое господь говорит вот верующий в его слово вот это значит в иисуса верует его слово вот если соблюдает слово его тому награда большая и очень большие благословения от бога так вот друзья мои почему такое отношение к слову почему нам нужно постоянно говорить что его нужно читать вот что его нужно исполнять почему мы приходим допустим и каждый раз на собрание и мы правильно делаем что обращаемся к божьему слову но это слово должно сопровождать человека просто потому что ну даже слово говорит что слово божие христово до вселяется вселяется у вас то есть оно должно должно нашу использовать нас как квартиру как жилье для себя слово божие оно к сожалению люди не придают ему такого значения какое значение ему придает сатана сатана знает силу божьего слова человек не к сожалению не всегда знает поэтому мое желание сегодня прочитать это повествование эту притчу иисуса христа тоже снова о слове божие оно имеет огромную силу дьявол об этом знает людей всячески старается от этого отвадить чтобы они этого не знали и даже если это знают это как-то но как-то но даже по отношению как человек относится к божьему слову как он относится он показывает как он его оценивает и так читаю это евангелие от луки восьмая глава 4 стих я хочу еще друзья насчет слова знаете в слове человеческом в слове человеческом есть как я уже сказал некая сила вот но слове божьем есть сила как раз-то созидательная как раз-то творческая вот когда он творил мир это он когда он говорил то за этим словом шло исполнение то есть какие-то силы приводились движение из невидимого становилось видимое то есть происходило то что результаты этого слова это божье творение который мы можем сегодня видеть и связать потрогать божье творение вот люди могут говорить очень много красивых и я другой раз удивляюсь как писание говорит что земля будет наполнена введением да вот хорошо когда это видение конечно господне но земля также сегодня наполнена так такой ну таким обилем информации то столько различных семинаров столько написано книг столько читается лекции это 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 что-то как много всего слово человеческое и смотришь человек вот потрясен ох ты смотри как хорошо сказано и даже может быть даже загорелся даже ему хочется что-то такое уже даже и делать а потом день-два проходит выветривается ничего не остается в человеческом слове нет той силы которая является в слове божьем мне как-то напоминает это знаете вот такой пример ну допустим человек умирают в пустыне от жажды скажите попадается ему два человека один человек допустим раньше и рассказывает ты что да я вот пить хочу я умираю о да это очень важно вода это просто необходимо для жизни человека ну допустим этот ему рассказывает о ценностях воды рассказывает ему этот путник который встретился этому жаждущему рассказывает ему как необходимо принимать воду как организм реагирует на эту воду ну короче все о воде ему рассказал ну пока тот рассказывает другой подходит там немощный какой-то слабенький вот не красноречивый и тот ему говорит я умираю от жажды а так вот же вот или даст ему флягу с водой или когда вот же за бугорком там там колодец то как вы думаете который из этих двоих который встретился жаждущему ценнее тот который красиво рассказал ну буквально все о воде или тот который показал ему на источник понятное дело конечно же тот который показал на источник вот тот ценнее потому что он он предложил насущную удовлетворение насущной нужды вот то же самое есть слово человеческое которое красиво говорит как надо жить красиво рассказывает как необходимо той 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 делать как наладить на те строить отношения в семье и прочее смогли столько уже все знают а тем не менее ничего не помогает и слово бога когда человек прислушается примет это слово решаться его проблем решаться потому что за божьим словом стоит бог слово боже это и есть бог оно было у бога и оно обитало с нами и продолжает обитать с нами слава нашему господу то теперь вы понимаете почему дьявол бросает все свои силы чтобы не дать слышать божье слово не дать итак я читаю этот текст когда же собралось множество народа из всех городов жители сходились к нему из всех городов он начал говорить притчею вышел сеятель сеять семя свое и когда он сил иное иное упало при дороге было потоптано и птицы небесные поклевали его а иное упало на камень и взойдя засохла потому что не имела влаги а иное упало между тернем и выросла терния и заглушила его а иное упало на добрую землю и взойдя принесло плод старичный сказал это возгласил кто имеет уши слышать да слышит как ему хотелось вот в этом возгласе я вижу ну как ему хотелось чтобы его услышали как ему хотелось потом он объясняет эту притчу и говорит так посеянная при дороге означает тех которые в которых сеется слово но которым когда услышат тот час приходит дьявол сатана и похищает слово посеянное в сердцах подобным образом и посеяно на каменистом месте означает тех которые когда услышат слово тот час радостью принимает его но не имеем себе корни непостоянны потом когда настает скорбь и гонение за слово тот час соблазняются посеянные в тернии означает тех означает слышащих слова но которых в которых заботы века сего и обольщение богатством и другие пожелания входя в них заглушают слово и оно бывает без плода а посеянные на доброй земле означает тех которые слушают слова и принимают и приносят плод один 30 другой в 60 иной во сто крат как важно слушать друзья мои господь говорит что слышать слушать это важнейшее условие для того чтобы дальше следовать потому что хотя иисус христос начал начал свое толкование притч или или изложение своей притчи именно с тех которые слышат слова я хочу сказать друзья мои что есть еще категория или метод дьявола это это даже не до вначале вообще не допустить человека к слышанию слова божия вообще чтобы он не послушал это значит дать ему занятие чтобы он ну лучше новости дома почитал или посмотрел чем слово собрание лучше уж не пойти не пойди в собрание вот останься дома там у тебя какие-то вот да мало ли каких дел значит не допустить не допустить вот обратите внимание вот человек который вот не ходит на собрание пропускает вот спросите ты же хребирующий ты христиан ну почему он не сможет объяснить вот такое противление вот не жила ну что там тебе вагоны там грузить надо на собрание ну что какие-то там камни ворочать что ты там будешь делать или может быть тебя как православной церкви поставят значит на всеночную ты будешь стоять и негде с ноги на ногу сесть даже невозможно не вы посмотрите какие условия мягкие скамейки работает кондиционер звук все всем все слышно украшает все это весь ход этого собрания прекрасный хор поет прекрасные сольные номера дуэты что и не хочется что такое а почему вот задай себе такой вопрос почему я не хочу идти в собрание как будто какие-то канаты какие-то они какие-то ну какой-то плен какая-то непонятная зависимость это я же еще раз лучше пойдет допустим там на велосипеде будет ехать кто и знает как каких-то там 40 миль потеть или там допустим будет мерзнуть это гулять в парке и мокнуть сегодня просто вчера переговорил братом как 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 дела как где находят да вот на сан-ривер ну и как отдохнул какая там погода да вот дождь поливает замокли намерзлись на намокли все вот сейчас будем где-то греться значит такое лучше на сан-ривер поехать а здесь смотрите какая красота в собрании и тем не менее нет нет и все так вот поймите это не просто так это не потому что это вам не хочется это дьяволу врагу человеческих дух душ не хочется чтобы выслышать чтобы ты слышал слово он знает силу этого слова он знает с какой целью это слово послана это спасение твоей души бог знал что ожидает человека в конце его жизни это ужасное мучение в аду без всякой надежды выхода оттуда это ужас и поэтому он платит такую страшную цену это цена его жизнь это его пролитая кровь он оставляет свое слово и этим словом ты будешь спасаться а дьявол не хочет это не хочет вот поэтому такая причина даже в собрании не пускает это ужас целый но христос даже не с этого начал начал с того что посеянные значит при дороге ну и я хочу еще обратить внимание друзья что здесь в притче три составляющих это первое сеятель проповедник слова божия тогда это был христос сейчас это всякий человек который проповедует божье слово я еще раз хочу это не так важно как он это проповедует хотя это имеет значение понятно интереснее слушать может проповедника который ну хорошо интересно проповедует живо но если ты умираешь от жажды тебе все равно каким тебе голосом скажут где вода или или не все равно не мне надо чтобы так она какая тебе если я умираю от жажды пусть там старушка проскрепить своим таким уже еле еле этим или прошепчет что там вода вот там иди сыночек там возьми напьешься мне это будет самая драгоценная ангельская весть или голос ангельский потому что результаты поэтому дорогие мои друзья если проповедуется слово божие если кто-то настроен что мне нужно вы мы не находимся в греции там ценились оратор и люди собирались понимаете специально послу вот этот хорошо сказал а этот это что-то не сильно сказал друзья мои давайте мы вот отключимся от это от этого стереотипа будем помнить что слово бога не имеет значение кто его говорит не имеет значение не имеет значение главное что это божье слово и что что это говорится и так сеятель проповедник слова божия семья это само божье слово и поле это состояние человеческого сердца вы знаете что почва почва и в данном случае притча христос говорит что состояние сердца это почва это человек почва значит куда падает божье слово так вот ценность земли заключается в ее плодоношении. Это вся ценность, что земля может. Она просто может принести плод. Все. Она не может, она сама в себе в жизни не имеет земля. Она принимает семя. И в зависимости от того, какое туда семя падает, она принесет плод. Так уж суждено. Кто-то сказал, ну, вы же знаете, если посеять туда сорняки, вырастут сорняки. Если посеять пшеницу, вырастет пшеница. Если ничего не посеять, то все равно вырастут сорняки. Так устроена почва человеческого сердца. Ну, я ничего плохого ему не говорю. Если ты ничего плохого ему не говоришь, но не говоришь ему доброе, не сеешь семена Божьего Слова твоему сыну, твоей дочери, твоим детям, то там все равно вырастут сорняки. Так почва сердца, вообще почва, и так сердечная почва тоже устроена. Вот так. Так что это очень серьезно. Вот. Значит, при дороге. Притч из 4.23. Более всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни. У меня такой вопрос. Ну, где взялась дорога на поле? Я раньше себе представлял, что это, ну, дорога, примерно, да, а вот рядышком поле. Ну, может быть, и так. Но дело в том, что на полях я когда-то по селам, то я замечал, что все... Как это еще тропиночка появляется? Вот поле вроде вспаханное, засеянное, а потом смотришь еще, значит, тропинка там. Так вот, если разрешить по полю походить кому-нибудь, скоту или людям, да, то поле превращается, среди поля появится дорожка, тропинка или широкая дорога, в зависимости от того, кто там будет ходить и ездить. Вот. Нельзя разрешать образовывать дорогу среди поля или на поле. Откуда? Если земное, просто земное поле не виновата, что по нем ходят, то поле нашего сердца на нас лежит ответственность. Разрешили мы там протоптать дорогу или нет? Вот. Понимаете? Это очень серьезно. Потому что проход, проход на это поле может быть разрешен каждому учению, какому-то осуждению, греху. Значит, ну, представьте, что если вы не закрываете свое... Почему Писание говорит более хранимого храни сердце твое? Потому что сердце, надо заботиться о том, о том, насколько открыта моя дверь сердечная или закрыта, для чего-то я должен для кого-то открыть ее, но для чего-то я должен закрывать. Я закрывать. Я уже исповедался перед вами, еще исповедуюсь. Друзья мои, очень пагубно действует вот это желание вникать в политику, вот, в жизнь этого мира. Понятное дело, нас волнует, нас тревожит, мы оттуда выехали, и все, что делается? Какая там гривна, какой там рубль, какие там доллары, обвалы, все это загрузит наше сердце до такой степени, что нам уже на этом собрании слышать ничего не будет. Вот, давай за Украину, ты послухаем. Это очень серьезно, друзья мои, дорогие. Бог говорил своему народу, задает такой вопрос, кто может обитать вот в его присутствии. И говорит, тот, кто уши затыкает, глаза закрывает, чтобы не видеть, не слышать о всем том, что происходит в этом мире. Потому что мы очень незащищены. И когда мы слушаем, внимаем какой-то информации, мы обязательно настроимся. Мы поверим этому, и мы будем яростно отстаивать, уже приняв это как истину, и будем это отстаивать. С кем-то спорить и что-то доказывать. Поэтому Писание говорит, у нас есть один источник информации. Весь мир лежит возле, и он идет своему концу. Мы его не переделаем. И единственное, что может сделать церковь, на что она призвана, это быть светом, это быть солью, это правду неба открывать этому гибнущему, несчастному человечеству. Оно думает, что оно построит рай на этой земле. Не построит оно рай. По определению. Потому что рай может быть наследовать и строиться только теми, кто родился. И вообще на земле новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Это будущее церкви. И у церкви есть мощное оружие, мощное средство. Это открывать миру истину. Ну и, конечно же, молиться. Так Писание говорит об этом. Поэтому, друзья, сердце должно быть закрыто и не давать дорогу, чтобы там протаптывали все вот эти разные вещи, которые никакого духовного роста нам не дают. Потому что больше всего хранимого. вы знаете, что отличительная черта вот такого состояния, это все поверхность. Я не помню, как-то мне приходилось соприкасаться с газетчиками, ну, журналистами. Ну, не сильно так уже, но тоже. Я смотрю, они такой вроде интерес проявляют тебе, какие-то вопросы задают и все. Ну, их совершенно ты не интересуешь. им нужно написать статью о тебе или о каких-то событиях с тобой, связанных, или, допустим, с церковью, вот, еще с чем-то. Потом это высветить в том свете, в котором это им выгодно, короче, чтобы какая-то сенсация была, что-то такое остренькое. я в этом, ну, понял это, давно уже это понял, то, ну, хорошо, это ихняя такая работа, такая же, но что мне интересно, что им, вот, такой, ты с ним беседуешь, и тебе кажется, что он настолько тобой интересуется. Да ты ему совсем не нужен. Ему нужна информация, за которую он получит деньги. Так вот, дорогие мои друзья, к сожалению, есть очень много людей, которые, в общем-то, могут что-то расспрашивать, что-то говорить. Вот, поверхностное, все такое отношение, ну, мне рассказывал один брат, тоже служитель, говорит, такой случай, говорит, мы как раз, это перед собранием, или это во время, ну, я уже не помню, то ли какая-то конференция была, но он просто рассказывает, говорит, что-то, говорит, со мной беседует и рассказывает какой-то веселый такой случай из жизни, тут ему говорят, твоё ж время, уже, там, слово сказать, проповедь, ага, и милочку, говорит, пошел, там, пять или десять минут, он там проговорил, потом выходит, и ты понимаешь, вот, точно том, на чем он остановился, до своей проповеди, он дальше стал продолжать, это тот же самый рассказ, вот это вот все, и этот мне, брат служитель, я удивляюсь, оказывается, он просто там, вот так себе отдал должное, вот, все, а тут, вот оно главное, вот оно интересует, что, вот эта земная жизнь и прочее, друзья мои, такого отношения, ни к Божьему Слову, ни к служению, ни к Господу, быть не должно, если отдаться, то навеки, итак, значит, как, во-первых, откуда дорога, второе, как топчется, как топчется само семя, ну, побыли вы на собрании, пришли домой, сели за стол, и о чем, ну, а на собрании, ну, как тот говорил, ну, лучше бы он не говорил, а как там, а как пропели, ну, что же это такое, критические замечания, вот, вслух ваших детей, которые подрастают, вот, критические замечания в адрес воспитателей, учителей, которые в вашей воскресной школе едят, все это, это все то, что дает право ребенку пренебрежительно относиться, вот, к тем старшим, к служителям, к проповедникам, к учителям, и так дальше, вот, и пренебрежать, это прививается в детстве, это развивается потом, ну, в более такие уже формы, и человек вырастает таким скептиком, слово Божие, он закрыт, потому что он в первую очередь смотрит, кто это же там говорит, что же он там знает, что он говорит, так я же вот, вот знаю, как дал, короче, вот такое, склевано, потоптано, птицы, значит, поклевали, ничего не остается, дьявол знает, как забрать это слово, поэтому оно не принимается, в первую очередь, человек смотрит, кто там говорит, следующее, значит, заметьте, друзья, что когда дьяволу не получилось с семенем, он начинает заниматься корнями, слыша слово, значит, семя, которое падает на каменистую почву, но не имеет в себе корня, и когда приходит гонение, соблазняется и охотит, отличительная черта, вот, кстати, первое, когда при дороге падает, там написано, тот час приходит дьявол, тот час приходит и похищает, когда падает на каменистые места, то написано, они слышат слово, и что? Тот час принимают его, отличительная, уже не дьявол, они тот час, вот, отличительная черта такая человека, вот, очень сговорчивый, легко, легко загорается, как спичка, ехать, едем, молиться, молимся, что еще делать, ну, ну, так что, звонишь через какое-то время, значит, мы договорились, значит, завтра там, поедем, да, 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 а уже когда звонишь, уже ехать, о, не, значит, не, не получается, то и пятое, десятое, так вот, друзья мои, не обязательно нужно, что гонение такое было, страшное, за Христа, хотя бы на своем месте, но бывает, вот, вот это непостоянство, Писание говорит, что человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях, ну, ненадежный этот человек, коммунистые места, они, они радуются, когда вот кругом все, значит, они в церкви, они христиане, но как только они вне церкви, вне этого влияния людей, хотя таким людям надо обязательно, всегда регулярно ходить в церковь, вне вот этого влияния, и они, что тогда, уже мирские друзья, или какие-то полуверенные, они уже с ними, то, вот, заодно. Это радость без освящения, вера без корней, и они верующие среди верующих, но оторви их от верующей среды, и в мирской среде они будут свой, мирской. Христос привел типичный пример этих людей, что когда я пойду, куда бы ты, лисицы имеют, норы птицы, мне негде преклонить голову, куда ты пойдешь, значит, сейчас пока все так хорошо, ты со мной, но когда они, нет, и уйдешь от меня. Втерния. Опасения втерния, означающих слыша, слышащих слово, на которых заботы века сего, и обольщение богатством, и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Вот заметьте, друзья, как, по какой, ну, как бы сказать, не спадающей, или возрастающей, сначала занимается дьявол зерном, чтобы оно даже в почву не попало, убрать. Потом не получилось зерном, значит, зернышко все-таки попало в почву, дало корешки, он с корнями, чтобы они никуда не ушли, там камень туда-сюда, чтобы засохло и пропало с корнями. Не получилось с корнями, попало на более-менее почву, где есть куда пустить корни, пошел стебель, он занимается со стебелем. Он занимает, то есть, вернее, если там на камне со стебелем, то здесь он занимается уже самим колосом, чтобы не принесло плода, не принесло плода. Заботы века сего, уже и почва хорошая, уже и корни пустила, уже и стебель, уже и колос выбросил, уже вроде бы, кажется, все, все есть на это. У дьявола есть еще одна атака, есть еще одно мощное оружие. Это просто, живи как люди, живи как все, на работу, с работы, одна покупка, вторая покупка, поездка, пришел, ушел, вот, и вот так, как белка в колесе, ну, это все надо, это все для семьи, без этого никуда не деться. И, понятное дело, друзья, почему Господь говорит, все заботы ваши, возложите, значит, на него, ибо он печется, не заботясь ни о чем. То мне даже, ну, наверное, вы сами задавали такой вопрос, то как это так? То что, ничего не делать? Вот так сложить руки? И что, оно вот с неба будет идти? А кто кормит семью будет? А как это вот так, без суеты, без заботы? Друзья мои, Господь не забирает работу. Наоборот, кто не хочет трудиться, тот не ешь, написано. Он забирает заботу. А забота, это беспокойство, это переживание. Ой, как оно будет? А что будет? А вот как нужно то, и другое, и третье? А вот там какие-то вот предсказания? А надо зерна накупить? А надо то еще сделать? Вот этого делать, не надо. Не надо переживать, что там будет и как будет. Значит, Бог дал день, Бог день, встал, у тебя работа, помылся, помолился, пошел на работу, пришел, поблагодарил Господа, собрание есть, пошел. Значит, жить словом, жить Господом, жить мечтами и желаниями встречи с нашим Господом, а все остальное, оно будет идти своим чередом, безусловно. Но, если вот, думает человек, постоянно крутятся мысли, вот где заработать, как заработать, продать, купить, и все, и он поглощен этим, оно безобидно. И вот почему Иисус Христос, я уже не раз говорил об этом, приводит пример о людях, которых погубил потоп, и Содом и Гомора. Они были в грехе, эти люди, но он, это умышленно, друзья мои, это преднамеренно. Когда он перечисляет, как во дни перед потопом, заметьте, ни одного не перечисляется греха. Не написано, именно, вот именно в этом христовом повествовании, не говорится, блудили, убивали, воровали, пришел потоп и истребил. Не перечисляется такого. Перечисляется только положительное, только нормальное, то, что все люди. Ели, это что, грех? Пили, женились, покупали, продали. Где грех? За что истреблять? Но в Новом Завете мы читаем, друзья мои, даже в этой притче, где Христос говорит, много добра лежит у тебя, на многие годы, ешь, пей, весель, безумный. В чем грех? Он вырастил урожай на своем поле. Не думали, не думали, и пришла эта беда. Дело в том, друзья, Бог дал нам мозги не для того, чтобы мы только вот о земном заботились, думали, переживали, волновались. Бог дал нам разум, чтобы искать Господа, чтобы читать Слово, чтобы исполнять Его в нашей жизни. Заботы века и Слово бывает без плода. И последнее. А посеянный на доброй земле означает тех, которые слушают Слово. Раз. Это то, что вы делаете. Принимают. Это значит, соглашаются с Ним. Дальше. Приносят плод. Это значит, что оно не без результата, это Слово. Я услышал, я поверил, и я так поступаю, я так делаю. Во всяком случае, очень стараюсь. И Писание говорит, что результаты налицо. В 30, 60 и в 100 крат. Помоги нам, Господь. И да благословит нас, Господь. Давайте помолимся. Аминь. Аминь. Продолжение следует...